Родиться дважды. Маленький Лёва сразу после родов оказался в реанимации. Первые три месяца своей жизни дышал с помощью специальных аппаратов. Из-за врожденного порока сердца мальчик страдал от приступов удушия и терял сознание. Дважды малыш перенёс сложнейшие операции. Инна Жиленко продолжит. Несмотря на огромное желание, ползать годовалый Лёва пока не может. Тело малыша покрыто шрамами. Спасать мальчика врачам приходилось неоднократно. Всему виной сложный врождённый порок сердца. Первые три месяца дыхание ребёнка поддерживалось искусственно. Он страдал от приступов удушия. Неделю дома побыли после роддома. И он у меня на глазах прям потерял сознание, как бы он устал без памяти. Сердечко Льва сразу три порока. Закрыть все одновременно не смогли. Помешали инфекционные заболевания и слишком маленький вес пациента. Чтобы дать организму возможность самостоятельно дышать, сначала вживили имплант. Продолжать лечение не позволили финансы. Операция, послеоперационное введение врождённых пороков сердца – это, наверное, одна из самых дорогих медицин. К сожалению, наверное, единицы смогут её оплачивать. Последствия для пациентов с таким пороком сердца могут быть самыми печальными. Они теряют сознание, у них, возможно, развитие судорог. Если не оказать во время помощи, то такой приступ может закончиться летально. Татьяна обратилась на горячую линию штаба Рината Ахметова. Помощь стоимостью в несколько десятков тысяч гривен для ребёнка пришла незамедлительно. Штаб Рината Ахметова обеспечил ребёнка необходимыми медикаментами и расходными материалами для проведения операции. Детей Донбасса гуманитарный штаб поддерживает системно вот уже четвёртый год. Им помогает в лечении серьёзных недугов, обеспечивает необходимыми лекарствами, предоставляет дорогостоящее оборудование для сложных операций. Ринату Леонидовичу огромное спасибо, что он чувствует чужие беды, что он помогает и что он не оставляет в беде, особенно маленьких деток. Мы благодарны, потому что мы сами просто этого не осилили. Операция на сердце Лёвы длилась три часа. Половину этого времени сердце мальчика было остановлено. Операция выполняется с использованием искусственного кровообращения. Для её выполнения необходимо сделать так называемую временную консервацию сердца. Впереди у малыша новая жизнь со здоровым сердцем. У вас всё в порядке. Спасибо, Казир. Инна Желенко, Александр Шмырёв для телеканала Донбасс. Субтитры делал DimaTorzok